Несколько минут и спасатели на месте ЧП. Сегодня их задача спасти невезучих рыбаков. Несчастливая тройка оказалась на оторванной льдине и отправилась в путешествие по Дону. Задача прибывшей команды оказать первую помощь и доставить рыбаков на берег. На берегу пункты обогрева и медицинской помощи. Рядом пожарные откачивают воду из затопленных домов. ПТС с легкостью берет на борт Ниву. И в случае паводка многотонная машина сможет перевозить и мебель, и даже домашних животных. В областных учениях задействованы сотни людей. Самая большая группировка сил в Азовском районе. Именно здесь в марте прошлого года затопило десятки жилых домов. Всего более 500 водных у нас ушли в различные муниципальные образования области. Уехали наблюдатели. Причем в районах даже не знали, какая водная поступит, будь то по линии ЖКХ, по энергетике или еще какая-то, или по дорожной службе. На учениях использовали и систему экстренного оповещения. Если уровень воды поднимается, датчики паводка подают сигнал на аппаратный комплекс. Умная техника передает не просто звуковой сигнал, она преобразовывает напечатанный текст в голос. Необходимо как можно быстрее занять ближайшее развешенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Наша предварительная информация о том, что все главы отнеслись добросовестно, все подготовились. Это не первое учение, которое произошло. Практика с 10-го года, которая была внедрена губернатором на территорию области, показывает, что это очень-очень хорошее подспорье, моменты, когда на территориях бывает очень трудно. По словам вице-губернатора, угрозы подтопления сейчас нет, погодные ЧП дончанам не угрожают. Тем не менее, все ответственные за безопасность работают в постоянной готовности. Вартан Сюнеджанс, Андрей Коробко, Главное новости.